Привет, народ! Добро пожаловать на наши посиделочки, место, где мы обсуждаем самые разные сериалы. Сегодня говорим про второй эпизод «Колесо времени». Я был в отпуске, только вернулся, увидел ваши лайки, ваши просмотры, поэтому вот берусь, записываю сейчас обзор на вторую серию, сразу бросаю его заливать и сажусь писать обзор на третью серию. Уже все кадры сохранил, все готово. Но для того, чтобы не было спама на канале, третий эпизод будет доступен спонсорам сразу, а потом уже всем остальным. Итак, на данный момент у сериала 7.4, это 7.5. Довольно-таки неплохие оценки. Более того, если мы пойдем в разбивку по эпизодам, 8.2, 8.1, это очень-очень даже неплохие оценки. Я прекрасно понимаю, если вы хотите поискать сообщество, которое будет хейтить сериал, то, наверное, это мимо. Очень много есть каналов, которые возмущаются кастом, вот что-то там с книжкой не сопоставили, что-то не так сделали. Ребят, я книгу не читал, я смотрю сериал, и это не значит, что это плохо. Сериал должен доставать новую аудиторию из тех, кто совершенно не знаком с материалом. Потому что в наше время не так много людей, которые были способны прочитать там сколько, 14-16 томов «Колеса времени». Например, меня пугает объем произведения, но сериалу я даю шанс. И вот я смотрю, поэтому мы здесь обсуждаем именно, как раскрывается лор именно в рамках сериала. Пожалуйста, не надо никаких спойлеров, ничего. Давайте говорить только о том, что происходит вот в данном эпизоде. Договорились? Договорились. Теперь, если вы хотите, сразу посмотрели второй эпизод, и хотите посмотреть третий, пожалуйста, заходите в ряды наших спонсоров. У нас замечательные спонсоры. Есть хранители уголка, есть ламповые стражи. Также у нас есть мастер ключа Кирилл. Но даже если вы подпишетесь и будете в группе Твистерята, вам тоже будет открыт доступ раньше. Итак, погнали. Конечно, мне нравится то, что постепенно добавляют в этот мир новые организации, новую культуру, новые персонажи появляются. И это не то, что на нас все это свалили разом. Но постепенно, постепенно это вводится. Сейчас нам вот показали белые плащи. Это такая себе чуть ли не инквизиция, скажем так. Ну, тут даже, наверное, такое, как святое сообщество паладинов. Более того, даже если посмотреть на их флаг, он немного напоминает флаг Ватикана. Наверное, где-то там именно у них заимствовали вот эту вот идею, для того, чтобы было ассоциативный ряд совпадал. Ну, прикольно, конечно, он там открывает эту тарелку с этим воробушком. Что-то вдруг вспомнился мне. Сериал такой был, каннибал, ганнибал, про ганнибала лектора. Там тоже тот любитель был приготовить разные блюда. И нам показывает то, что они охотятся и убивают эйссадай. Прекрасно понимаю, что там, наверное, где-то что-то глубже идет. Но в данный момент, в данный момент кажется, что вот они дети света, которые борются с любым проявлением тьмы. И колдуньи айссадай, они, может быть, тоже относятся к какой-то темной стороне. Может, из-за того, что они черпают силу, черпают этот свет, которым пользуются. Якобы, может быть, это противоестественно. Ну, мы видим, что он отрубил тетя ручки, собрал себе кольцо и повесил себе на ремешок. Такой себе властелин колец. Ну, по крайней мере, нам показывают, что есть, помимо того, что есть волшебники, у нас есть мудрые, у нас есть безглазые, у нас есть троллоки. И еще появляется вот дополнительная сила, которые как бы и с троллоками готовы сражаться, потому что считают, что они тьма. И в то же самое время, как бы, мы же должны переживать за наших главных четырех героев, должны переживать за волшебницу, которая, как ее, Морейн. Но у нас появляется такая вот новая, третья сила, которая готова противостать против тех и других. Интересненько. Заставка, конечно, очень красивая. Здесь именно как ткут полотно, полотно времени из нитей. По крайней мере, я так это понял. И как собирается история из этих нитей. Знаете, как иногда бывает, есть какая-то вещь, да, связанная. Потом женщина, может, или мужчина, смотря кто, мы тут не дискриминируем никого. Они, кстати, на спицах тоже умеют вязать. А распускают, распускают. Потом из этого по новой готовы связать новую вещь. Может быть, и здесь точно так же. Если у нас идет вот это колесо времени, переработка чего-то по-новому. Мы слышали уже не раз, что кто-то может переродиться в новой эпостаси. И, может быть, вот эти временные линии, временные волокна сейчас сплетаются в новое полотно. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Итак, мы оставили наших главных героев на том, что они уехали из Двуречия. И они убегают от троллока. В троллоке, слава богу, не пошли добивать всех, кто там остался. Движутся следом за нашими героями. В шестером они сейчас переезжают в реку. Мне где-то вот казалось сейчас, вот в этот момент должны лошади поскакать из воды, выскочить и просто снести нафиг этих троллоков, которые пытаются пересечь реку. Но вот, опять-таки, да, у нас был стрим, если вдруг вы пропустили, на канале Ватный Либерал. Стрим был в воскресенье, мы сидели и общались. Я говорил о том, что вот это чувство дежавю меня не покидает. Теперь, Ватный Либерал мне сказал, что на самом деле писатель, он специально писал первую книгу для того, чтобы люди начали читать, и они чувствовали, что они в знакомой атмосфере. Ребята, знаете, что я хочу вам сказать? Это все звездеж и провокация, честное слово. Это уже, наверное, позже просто было некультурно и некрасиво писать, и сказать, ну да, скоммуниздил я. Вот это вот, эти сюжетные моменты. Ну да, был слишком впечатлен. И вот он решил вот так вот повыпендриваться, сказать, и тем более, когда у тебя громадная фанатская база, когда ты дал 16 или 14 книг, да, то, естественно, люди, да, это же мастер, он великий. Я согласен с тем, что он приобрел позже свой собственный голос, как многие читатели рассказывают. Я в это готов поверить. Но то, что вот он специально сидел и копировал чью-то книгу только для того, чтобы это чувствовалось какое-то вот родство, вот слабо мне в это верится. Ну ладно. Соответственно, если сериал делают так, чтобы он был по духу схож книгой, если книга была по духу схожа с Властелином Колец или Братством Кольца Толкина, то, соответственно, сериал делает все правильно, потому что, когда я смотрю некоторые сцены, там чуть ли даже не ракурс камеры, я не знаю, мне хочется вот найти потом, когда уже закончится сериал и будут бонусные материалы, где будут рассказывать, как, что, где снимали. Мне хочется послушать, что расскажет режиссер, что расскажет оператор. Смотрели ли они вот эти сцены из Братства Кольца Питера Джексона для того, чтобы сделать их максимально похожими. Вы понимаете, да? Если была задача, чтобы книги были похожи на Толкина, то сериал должен быть похож на Питера Джексона. И тем более никто не придется к Амазону после того, как Безос заплатил ту его кучу денег родственникам Толкина для того, чтобы приобрести права на Властелин Колец. Так что тут, в принципе, никто ничего не может, даже комар носа не поточит. Но вот это вот ощущение деживю, оно продолжается. Ладно, если это так задумано, так пусть и будет. Но тут момент точно. И здесь тоже, когда к парому подъезжают. Ну точно, сцена как будто бы сейчас вот хоббиты должны появиться. Сэм Фродо и Пиппин и Мередикт. И должны прыгать, должен бежать. Фродо прыгать, это Сэм должен его поймать и затащить на плод. Ну вот, прям совсем. Но, конечно, интересный момент, что паромщик говорит, что вы сделали? У меня там сын остался, побежал. Говорит, ах ты злодейка, ведьма, белые плащи правы, что вы воплощение зла. Как бы нам тут опять напоминают о том, что при всем при том, что в народе знают, кто такие Эй Садай, боятся, может быть, частично их уважают. Или это может даже скорее трепет перед магами. Но вот тут появляется новая сила, новая армия, белая в белых плащах, которые распускают информацию о том, что Эй Садай не такие уж и хорошие, что их нужно истреблять. И тут вот дедок поверил, прыгнул за своим плодом. Мне вот непонятно, чего он ожидал. Он думал, сейчас остановлю плод, начну плыть в другую сторону, оттащу его. Не, ну вот непонятно логика деда. Ну, конечно, там Эгвейн расстроилась. И там дальше нам расскажут три главных правила, которым следуют жрицы Эй Садай. Но мы поговорим об этом чуть позже. Понятное дело, что Эгвейн расстроена, но Морейн ей говорит, что у тебя есть задатки, ты можешь присоединиться. Так говорит, вот, дед погиб ни за что, ни про что. Она говорит, нет. Дед, это было его собственное решение. Говорит, если бы этот плод уплыл на ту сторону, то эти троллоки сейчас бы нас догнали и убили. Ну, все понятно. В принципе, тут ни к чему не придраться. Ну, мы видим, что у Эгвейн тоже есть способности. Видно, что там кружочек начинает образовываться вокруг этого кулона. Кстати, мне очень интересно... Ну, тоже, давайте без спойлеров. Я готов это узнать по ходу сериала. Но видно, что, да, вот эти жрицы, они носят, волшебницы жрицы, перстни с вот этим вот камнем. Неужели камни именно помогают вытягивать вот эту единую силу и перераспределять ее? Могут ли они колдовать вообще без кольца или без какого-то камня? Мы видим, что этот кулон она отдала Эгвейн. И позже мы будем видеть, как она воспользуется им для того, чтобы... Ну, нисколько им, он с ней, и она смогла там развести огонь. Вот тут вот мне интересно, могут ли они пользоваться силой совершенно? Или может это просто будет сила какая-то спонтанная? Может точно так же, как в мире Гарри Поттера. Мы же знаем, да? Гарри, он мог пользоваться магией и без волшебной палочки. Там, допустим, в первой книге бывало такое, что когда там за ним гнались, он мог на крыше оказаться. Ему волосы стригли, а волосы отрастали обратно. Он смог, допустим, убрать стекло, что Дадли провалился к змеюке. Вот это вот как бы палочка, волшебная палочка в мире Гарри Поттера помогает направлять магию, энергию вот в нужное русло. То может быть и здесь вот эти камни и персни... Ну ладно, подождем, подождем, увидим. Но вот эти три правила, что Эйсадай не может использовать силу в качестве оружия, только если она не защищает других Эйсадай, не может соврать и не может там саму себя исцелять. Вот. Интересно. Мне нравится, когда есть какие-то ограничения и правила, и законы, и по ним уже мир действует и существует. Ну понятно, Эгвейн пришла там, решила погреться около мужичка. Ну что, мужичок в тулупчике, здоровый, красивый, что зря пропадает там под стенкой. Эйсадай пришла, подсунулась, а он ее отодвинул. Говорит, ты хотела меня бросить. Говорит, ну видишь, я уже теперь не становлюсь мудрой. Говорит, понятное дело, карьера закрылась. Все. Теперь ты решила не блести. Целемудрия приперлась и послал девку. Жалко, но сама виновата. Но, конечно, вот эти кошмары мы тут прозревали. Ребят, огромный плюс, я не знаю, почему есть те, кто придирается графики или еще что-то. Мне, например, графика очень нравится. Особенно вот эта сцена, которая вытаскивает эту летучую мышу изо рта. Или там кошмарики, когда появляются. Как по мне, очень классно. И каждый, говорят, каждый из них видел свои кошмары, свои ужасы. Этот видел черного человека с глазами, как горящий янтарь. И она говорит, волшебница Морейна говорит, быстренько, как только будете видеть какие-то сны, сразу говорите мне. Потому что сны могут становиться реальностью. Ну, там еще тот Фредди Крюгер ходит. Теперь, это с белыми плащами, тоже очень интересная сцена, когда она их заметила, кольцо сняла, отдала своему стражу и говорит, так, вы со мной путешествуете, я просто придворная дама, замечательно, как она выкрутилась. И они не имеют права соврать. Поэтому она говорила абсолютную правду, но ту правду, которая бы их не выдала. И та правда, которую бы они хотели услышать. Прикольно. Тоже понравилось, что эти, как бы, воины, а этот дознаватель, как инквизитор, который пытает, достает какую-то информацию из людей. Но, понятное дело, что мы, скорее всего, его еще не раз увидим. Особенно он говорит, что я запомнил ваши лица, если мы в будущем с вами еще встретимся. Теперь, опять-таки, расширение лора. И это идет только в дополнительный плюс. Когда они едут и поют песню, воспоминания я себе записал. Двуречье раньше называлась Манетерен. Манетерен. О том, что в свое время троллоки уже нападали, и жители Манетерена, женщины, детей отправили там в шахты, а сами сражались, отправили за помощью, но помощь не пришла. И тут, опять-таки, небольшое напоминание у меня было, как с Властелином колец. Помните, когда Кондор звал на помощь, а там кто-то обманул и не пришел, и все они оказались проклятые, и жили в проклятом городе, там духи были. И потом Рогордон пришел и потребовал с них, чтобы они пришли и воевали на их стороне. Помните, да? Вот примерно где-то тоже такие вот мотивы в этой истории. Но мне понравилось, как они поют песню. Это тоже настолько все толкиновское. Если вы читали именно книги, там столько же бардовских песен находится именно в книге о том, когда там Хоббиты путешествуют, они то поют, то там Эльфы поют, то там Гендальф поет. Ну, вот разный, то там этот Бомбадил идет по лесу, поет. Все вот эти вот песни, они как бы дополняют этот мир. И, соответственно, и здесь тоже, особенно когда у нас сериал, когда это все не нужно сжимать в трехчасовой формат фильма, мы можем, допустим, получить вот эти песни. И ведь нужно понимать, что раньше, да, или вот пускай это позже, если это все у нас происходит далеко в будущем, просто вот в этой культуре, ну, не было телевизоров, интернетов и всего остального. Что самое главное? Вот этот момент обобщения. Не то, что ты там в Телеграме группу создал, а все сели, спели какую-то песню, которую все знают, историю пересказывают, рассказывают друг другу. И это вот замечательно, это дополняет мир. Мне, например, вот этот момент с песней, я его сейчас, вот когда кадры собирал, я еще раз переслушал эту песню, замечательно. И то, что вот она рассказывает про всю историю, как долго они стояли, боролись, и никто к ним на помощь не пришел. И уже потом, спустя столько дней, они и три дня простояли, и девять дней простояли. Нам бы только день простоять, до ночи продержаться. И не справились, и никого уже потом не осталось. Ну, а потом женщины из шахт повыходили с детьми и возродили местность, назвав Дворечием. Прикольно. Съемки вот именно с воздуха, это вообще красота. Там вот их видно, кусочек едут по дороге. Это вообще, ребята, ну казалось бы, кому нужны эти съемки? Ну это ж нужно вертолет заказывать, это нужно снимать, это там то, это это. Ну пускай сейчас дроны у нас хорошие появились, которые могут снимать. Но вот такие вот кадры, они дополняют мир, показывают, насколько он громадный. Мы не видим всех там городов, цивилизаций. Нам показывают именно, какое расстояние им нужно преодолеть, куда им нужно. Почему вот эти вот сцены и кадры были классным дополнением в том же самом Властелине колец, потому что ты видишь вот этот мир, ты видишь, как далеко от того же самого Шира или от того же самого города, от того же самого поселения, как далеко находятся наши персонажи. Это дремучий девственный лес. Красота. Ребят, вот эти вот сцены ландшафта, пускай там их несколько секунд, но они настолько добавляют. Это когда ты готовишь, тему про пожать, когда ты готовишь еду, не важно, как хорошо ты пожарил тот кусок мяса, если там не будет должного количества специй, если ты слишком много специй бросишь, все, что ты будешь чувствовать, это только специи. Если мало, пресная будет. А вот именно вот такие вот кадры, они настолько являются вот этой вот специей, которую добавляют в нужном количестве, что это блюдо становится объедением. Пальчики оближешь. Ну, или ножки оближешь. А мы узнаем, что кузнец, Перин, у него рана на ноге, еще осталась с битвой. И вот он, когда находится в одиночестве, к нему стали приходить волки. Кстати, волки настоящие, ну, ясное дело, что тренированные, не компьютерная графика. Мы тут, кстати, на стриме говорили, графон или не графон, настоящие волки. И вот он подошел, облизал ему рану и ушел. Понятное дело, у нас всегда волки, стаи, это значит, что-то плохое, должны это загнать, загрызть. Но здесь вроде бы как волки хорошие. Тут пришел, рану залезал, потом будем еще немножко говорить в третьем эпизоде о том, что направляли их куда нужно. Нужно теперь понять, почему именно волки приходят и следуют за Перином и почему они ему помогают. Это часть его силы, это часть его магии. В общем, скорее всего, нам это еще объяснят. Тоже не надо, давайте без спойлеров, даже те, кто читал книгу. Когда они спали у костра около развалин, опять-таки, напоминание кластелину колец, тоже такое дежавю, когда, помните, к Хоббитам пришли и Фродо проткнули клинком, призрачным клинком. Примерно тоже в таком ключе, но безглазый и графика. Ну, классно же, я не знаю, что придирается. Это тот город, в который въезжают, и тоже напоминание такое, помните, как Гэндальф не сильно хотел спускаться в пещеры морей, да, и точно так же и здесь Морейн не хотела заходить в этот город, но так как она лишилась чувств, Лан ее силком затащил. Сцена прикольная, я о ней тоже говорил во время стрима, что персонаж Перрина лично для меня, он раскрывается тем, что он переживает, что он убил свою собственную жену, и при этом он никому не сказал, что это он убил, все свалил на троллоков, а тут ему еще дают кинжал, который эта жена взяла. Понятное дело, у них там свои были разборки, она там вроде не сильно его любила, непонятно, почему они поженились, непонятно, что там именно, то ли она из жалости с ним была, непонятно, непонятно, почему они женились, но тем не менее, вот у него этот груз того, что он убил ее, вот он над ним тяготеет, и тут еще кинжал, который она сделала, и Мэтт отдает ему, говорит, это должно быть у тебя, как память о ней, а для него это же будет даже нисколько просто память, о мертвой жене, а то, что именно он с ней так поступил, но сцена прикольная, смотрите, как только он отдает этот кинжал ему, он тоже, опять-таки, в пещеры моря вспоминая, да, помните, когда кто там, Пипин или Мэрин сбросил ведро в колодец, вот это точно так же, но он тоже еще своего рода Аладдин, помните, когда спускался в пещеры чудес, ему говорили, только что ты, блин, ничего не трогай, обезьянка Абу пошла и здоровый бриллиантик забрала, и тут примерно тоже в таком же ключе, ничего не трогай, пошел, нашел сундучок, типа, я же кинжала дал, а тут раз, новый кинжал материализировался, как только он взял этот кинжал, посмотрел, опять-таки, смотрите, у этого кинжала тоже есть камень, но неспроста нам эти камни показывают, тоже, скорее всего, если он будет пользоваться этим кинжалом, может, не обязательно это должна быть какая-то подвеска на шею или кольцо на палец, если держать в руке кинжал и в нем тоже есть камень, значит, может, он тоже сможет как-то двигать эту энергию, прикольно показали, что как вот эти тени начинают выползать и если кто-то в нее попадает, рассыпается в прах, прикольно, когда показали вот эта лошадь, пытается вырваться, вырваться, она заползает, заползает и растворилась, ну и весь город охватывает, не знаю, почему моя малая, когда мы смотрели, говорит, ой, этот город похож на город битва титанов или смерть титанов, что-то она какую-то анимешку смотрит, не знаю, кто там смотрит, скажите, похоже, не похоже, почему такая ассоциация, и что происходит, происходит разделение наших персонажей на группки, плохо ли это, нет, смотрите, когда в свое время братство кольца разделилось на группы, стало интереснее наблюдать за миром, потому что так у нас все персонажи двигаются в одном направлении и мы видим только одну линию историй, когда у нас персонажи делятся, мы получаем больший охват этого мира, если писатель способен построить сбалансированный мир, то честь и хвала ему, и тогда он может себе позволить разделить группу, и наблюдая за каждым персонажем нет больше такого, что ага, вот это главный персонаж, вот это второстепенный персонаж, каждый персонаж в своей группе он становится главным, и поэтому у нас вместо одной истории мы получаем примерно три истории, опять-таки, если писатель может сделать это сбалансировано, я всегда перед ним снимаю шляпу, тут вроде все получилось хорошо, и мы видим, что эти сели на бревно уплыли, другие там спрыгнули со стены в воду, вспомнилась почему-то Санса с этим с вонючкой, когда прыгали со стен Винтерфелла, ну, а Лан увез Морейн из пещеры, и их нашла не кто-нибудь, а сама Найниф, мы о ней поговорим уже в следующем эпизоде, вот, вот так вот, такие у меня мысли про второй эпизод, жду вас в комментариях, пишите, с чем согласны, с чем не согласны, что думаете нужно было обсудить еще, ну, а на этом мой обзор разбор окончен, сейчас заливаю эту видюшку и начинаю записывать обзорчик на третий эпизод, пока.